МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Об усилении ветра предупреждают жители региона МЧС России по Алтайскому краю. В первый рабочий день после новогодних каникул синоптики обещают метели и мокрый снег. Увеличение осадков прогнозируют в северных районах региона. Там ожидается потепление в среднем до минус 10 градусов. На юге края сегодня будет еще теплее. В некоторых территориях температура может подняться выше ноля. В течение дня усилится ветер местами до 17 метров в секунду. В краевой столице 9 января всего минус 6 мороза. Из-за гололеда водители просят быть осторожными на дорогах. Теплая погода продлится до пятницы. В выходные температура вновь опустится в среднем до минус 20, а затем немного потеплеет вплоть до крещенских морозов. Заболеваемость урвии в Алтайском крае идет вверх. По информации службы скорой помощи, число вызовов к пациентам, у которых начались осложнения на фоне респираторно-вирусной инфекции, заметно выросло. Пока специалисты не готовы назвать конкретные цифры по числу заболевших простудой, но отмечают, что подъем урвии начался. Болеют как дети, так и взрослые. Правда, медики убеждены, что острая эпидемия в этом сезоне возникнуть не должно. В крае создана хорошая иммунная прослойка от гриппа, привита 45% населения. Точную статистику по числу заболевших на Алтае рувии гриппом в первую декаду января специалисты обещают предоставить в ближайшие дни. Прокуренный салон или хачество жителей Алтайского края могут пожаловаться на услуги такси. Роспотребнадзор запустил горячую линию для пассажиров. Клиенты такси нередко сталкиваются с грубым поведением, опасной ездой. У некоторых водителей далеко не всегда исправен автомобиль. Многие ссылаются на невозможность дать сдачу с крупных купюр. Обо всем этом сотрудники ведомства просят сообщать по телефону 66 54 27. При необходимости пассажирам будет оказана помощь в составлении заявлений. Горячая линия будет работать до 15 января. Шумные застолья и длинные праздники позади. Как вернуться к привычному ритму жизни? Свои советы дают психологи и врачи. По статистике в новогодние праздники жители Алтайского края чаще вызывают скорую помощь. И как правило основная причина отравления. Организм не выдерживает длительных нагрузок пищевых и алкогольных. По словам главного внештатного нарколога региона, выйти из праздников здоровый человек может самостоятельно, если будет соблюдать некоторые правила. Чтобы питание было наполнено овощами, рыбой, нежирным мясом, можно еще добавить отварной картофель. В принципе, все, что человек любит, может он есть, но это должно быть в разумных пределах. Для многих людей выход на работу после длительных праздников – это стресс для всего организма. Психологи советуют за пару дней ложиться спать и вставать пораньше, попытаться настроить себя на позитивные мысли, составить план действий на ближайшее время. И тогда длительные новогодние праздники оставят у себя только хорошие воспоминания. Не выбрасывать, а опустить в оборот. Новогодние елки предлагают барнаульцам. В краевой столице стартовала акция «Елки-палки 5 бизонов». Тем, кто уже готов распрощаться с лесной красавицей, волонтеры акции в первую очередь советуют тщательно очистить ее от украшений. Первая дата сбора деревьев – в воскресенье, 13 января. Принимать елки будут с 11 часов дня в девяти точках города, в крупных торговых центрах, в нескольких жилых домах. Адреса вы сейчас видите на своих экранах. Напрямую их можно увезти в конно-спортивный клуб «Санатория ОПЬ». Хвоя, также кара ели и пихт – отличная подкормка для копытных. Часть новогодних красавиц отправится на Барнаульскую городскую станцию юных техников. Там из тонкого дерева мастерят детские поделки. Акция сбора новогодних деревьев 13 января будет не единственной. Подобное пройдет и в следующий выходной, 20 января. Распечатал статистику новый главный тренер футбольного «Динамо» Александр Суровцев одержал первую победу в новом статусе. Это событие случилось накануне в товарищеском матче против сборной «Лиги Бро». Проигрывая по ходу поединка с разницей в два мяча, сини-белые все же нашли силы не только догнать соперника, но и забить решающий мяч. Голами в составе «Динамовцев» отметились молодой нападающий Михаил Максимов и уже опытные игроки Владимир Завьялов и Максим Полковников. Отметим, что действиями соперников руководил бывший футболист «Динамо» Иван Старков. Не так давно Иван завершил игровую карьеру и решил посвятить себя тренерскому искусству. Сейчас он преподаватель в спортивной школе «Темп». Возвращаясь к «Динамо», скажем, что команда будет готовиться к весенней части чемпионата в несколько этапов. К примеру, перед матчем против «Лиги Бро» футболисты соревновались в настольном теннисе. По мнению Александра Суровцева, это помогает психологически разгрузить игроков. И в завершении выпуска еще раз о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Не знаете, какой пустырник выбрать? Выбирайте пустырник «Форта Эвалар» с алтайским пустырником и более высоким успокаивающим действием. Пустырник «Форта Эвалар». Почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. В Край сегодня снег, метель и тепло. В Бийске, Олейске до минус 2 градусов. В Белокурихе и Рубцовске минус 3. В Краевой столице переменная облачность, возможен снег. Ветер юго-западный порывистый до 17 метров в секунду. Днем температура не опустится ниже двух мороза. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин